Здравствуйте! Принято. После этого этот зеленый пояс вынесите на рассмотрение правительства Кузбасса. И мы его утвердим. Впрочем, те же экологи сомневаются, что в рамках поручения губернатора будут выделены средства для высаживания новых лесных насаждений. Скорее, отдельно стоящие рощицы и перелески будут приплюсованы к обозначенному зеленому поясу на бумаге, чего, конечно, не хотелось бы. С 1 марта вступают в силу изменения в правила прохождения технического осмотра транспортных средств. В первую очередь они коснутся владельцев автобусов, но и простых автомобилистов без внимания не оставят. В данном постановлении говорится о том, что с 1 марта при проведении технического осмотра именно данных категорий М2 и М3 на аккредитованной станции проведения технического осмотра будет присутствовать сотрудник госавтоинспекции, который уже в целом будет контролировать весь процесс, ставить уже непосредственно свою подпись и отвечать непосредственно за тот или иной автобус. Требования к состоянию транспортных средств продиктованы безопасностью перевозок, и эти требования распространяются на всех участников дорожного движения. Данные о станциях техосмотра имеются в базе ЕАИСТа. Информация в открытом доступе. Там же будут храниться сведения о техническом состоянии вашего автомобиля. Транспортная система Новокузнецка страдает от безбилетников, а честные пассажиры от несовершенства транспортных карт. В результате из-за зайцев сборы новокузнецких автобусов стремительно пошли вниз. И если одни не платят умышленно, то другие из-за технических сбоев. На данный момент около 30-40% пассажиров всего оплачивает проезд. Это очень, конечно, негативно сказывается на всей транспортной работе, но мы стараемся людям довести, что нужно оплачивать проезд. Стать нарушителем очень легко. Не сработал валидатор или ваша карта попала в стоп-лист, придется платить штраф 500 рублей. Если с вашей карты не проходит оплата, то вам нужно ее перерегистрировать в новой процессинговой системе. На сегодняшний день проведена работа с целью смены процессинга транспортного, с целью сокращения всех вот этих недочетов и нечтения карт. Соответственно, транспортный процессинг переведен на расчетные решения. Пассажирам для актуализации своего баланса необходимо перерегистрироваться в новом транспортном приложении «Мой транспорт». Для контроля своих поездок, а также возможности пополнения из этого мобильного приложения своей транспортной карты. Также у пассажира есть возможность зарегистрироваться в личном кабинете пассажира путем внесения сотового телефона и номеров карт. И также контролировать свои поездки и расходы в этом мобильном приложении и в личном кабинете. Если у вас возникли трудности с регистрацией транспортной карты, то необходимо звонить на горячую линию, номер которой вы видите на экране. Специалисты ответят на все вопросы и помогут правильно завершить процедуру. В Новокузнецком наркологическом диспансере появился новый хроматограф, который способен в считанные минуты точно определить наличие следов употребления запрещенных препаратов в биоматериале. Для исследования достаточно не только крови или мочи, а даже волоса или ногтя. Проводится медицинское свидетельство, не отбирается биологический материал, доставляется курьером к нам. Это может быть производственная травма. Это также биологический материал, отобранный у людей на профосмотрах. Люди, которые хотят получить лицензию на оружие, либо это трудоустройство во вредные и опасные условия труда, либо это частные охранники. Стоимость оборудования составила 49 миллионов рублей. Видимо, преимущество нового аппарата выше его цены. Очень точное исследование. Это огромный спектр. У него свыше 500 различных соединений в запасе, которые он может определить и обозначить. Ну и небольшие сроки выполнения этих задач. Малое количество людей, задействованных на работе с этим аппаратом. Это все его плюсы. Новокузнецкий драматический театр совсем скоро станет более зримым для слабовидящих. Понимать, что происходит на сцене, во что одеты артисты, как выглядят декорации и предметы, поможет тифлокомментатор. Человек, слабовидящий, приходя в театр, получает приемник, наушник, через который он будет получать информацию о визуальной картинке спектакля. То есть, благодаря этой программе расширится, конечно, во-первых, наша аудитория, во-вторых, у людей со слабым зрением представление о театре, о спектаклях, ну и вообще, наверное, о жизни окружающей его. В ближайшее время в театр поступят 20 аппаратов и будут адаптированы два спектакля «Весы» и «Сказки Андерсена». Со временем репертуар будет расширяться. В рамках этого проекта участвует библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих людей при поддержке Новокузнецкого общества слепых. На душе, кроме радости, конечно, более ничего нет, потому что в нашем городе, не знаю, как в Кемерово, да, но на юге области тифлокомментирования в театрах нет. В кино, правда, это как-то начинается в кинотеатрах. Мы абсолютно этому рады. У нас в организации состоит 427 человек на сегодняшний день с инвалидностью по зрению. Кто-то совсем не видит, кто-то совсем чуть-чуть видит. Для нас это, конечно же, очень важно. Воспользоваться тифлокомментатором при посещении театра смогут не только члены общества слепых, а все, кому это необходимо. Первый показ планируется уже в апреле. Удачи вам и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова